Быть грамотным модно, писать красиво нужно. Междуреченцев приглашают на курсы русские по субботам. В рамках подготовки к тотальному диктанту 2019. Занятия начинаются в 15 часов в библиотеке молодежная, а сам диктант пройдет 13 апреля. О других событиях узнаете из дайджеста. В Междуреченске на площади весеннее прошел смотр техники предприятия и организации. Задействованные в работе при ЧАЭС представили автомобили, оснащенные спецоборудованием. Максим Прокопьев – опытный предприниматель из Томска. Юрист по образованию. Занимается продвижением мобильного приложения, сайта, пластиковой карты. Задача – объединить предпринимателей по всей России и создать единую дисконтную карту. IT-продукт направлен на развитие города. Встречались с Черновым Владимиром Николаевичем, который поставил задачу, благодаря нашим нестандартным видам деятельности, привлечь людей, инвесторов в город для того, чтобы создать здесь, так скажем, новое движение. Томск, Новокузнецк, Кемерово, Новосибирск, Барнаул, Хабаровск, теперь и Междуреченск. На встрече местные предприниматели. Сделан еще один шаг к созданию единого дисконтного продукта. Первая волнопаводка ожидается в Кузбассе к 17 апреля, прогнозируют специалисты. В зону возможного подтопления могут попасть 186 населенных пунктов. В Междуреченске в зоне затопления 255 домов, где проживают 624 человека. Мониторинг состояния рек ведется круглосуточно в режиме онлайн. На Томи и Уси установлены пять видеокамер. Создано восемь гидрологических постов. Информация передается в единую диспетчерскую службу два раза в день. Даже вот лед, состояние льда в Мысках и состояние льда в Междуреченске, это две разные вещи. У нас перекаты, у нас промоины, у нас родники. К настоящему моменту из действующих ледовых переходов мы уже один ледовый переход закрыли. Это в районе Дома спорта, потому что на той стороне, на противоположной стороне уже образовалась промоина. Вот там, где струйное течение и там, где выходят родники, вот тут могут быть промоины. Поэтому, если будут образовываться вот такие места, значит, будем обязательно закрывать. Междуреченцев приглашают выполнить испытания по ГТО. 13-14 марта с 10 часов и 15-го с 9 утра в подтрибунном помещении стадиона Томусинец будет работать лазерный тир. При себе необходимо иметь ID-номер участника и документ, удостоверяющий личность. Команда «Гренада» детско-юношеского центра вернулась из «Сибирской сказки». В течение пяти дней там проходили областные соревнования по спортивному ориентированию на лыжах. Собираются сильнейшие команды, около 180 участников в этот раз. По итогу, обладателями личных кубков в нашей команде стали Александра Ратанова и Никита Синикин. Завоевали вторые места Степан Куминов и Ярослав Крутилин – третий. Лучшей стала Ирина Грибова.